Действительно много чего интересного. Ну и давайте обсудим, почему в этом году парадигма экстракорпоральной гемокоррекции изменилась. Дело в том, что до февраля этого года мы жили в парадигме, когда экстракорпоральная гемокоррекция применялась у пациентов с синдромом мультиорганодисфункции. То есть вся наша артиллерия и кавалерия уже применялась, когда у пациента развивалась тяжелая ситуация с точки зрения подсчетов по шкале, софа и так далее. Тут и разместительная почная терапия и другие всякие технологии. Ну и давайте по ним пробежимся, потому что вы видели, там есть девайсы, которые удаляют углекислоту из пациентов с тем же респираторным дистресс-синдромом. Ну и действительно, это очень интересное направление. Так вот, например, исследование ARDS-NET показало, что пневмопротективная вентиляция, собственно, достоверно ассоциирована с лучшей выживаемостью пациентов. И в этом плане, конечно же, когда мы проводим, а сейчас все больше говорят даже о ультрапротективной вентиляции, еще ниже дыхательный объем 6 мл на килограмм, то, конечно, вот проблема элиминации СО2 становится еще более краеугольной. И в этом плане устройства, которые могут помочь нам элиминировать СО2, действительно были бы нам в помощь. И во времена ковида, ну, нам было жалко, что у нас этих, в общем-то, колонок не было, потому что все мы сталкивались с высокими цифрами гиперкопнии. Сейчас идут за рубежом большие радомизированные исследования, ждем, собственно, их результатов для, собственно, каких-то более четких показаний для применения. Ну и, конечно, регистрация этих колонок на территории Российской Федерации. Ну и там были, конечно, в этой концепции, собственно, остаются это плазмодифицирующие технологии. И здесь мы знаем, что у пациентов с септическим шоком именно повреждение печени. А вот Данил Александрович нам уже объяснил, почему. Действительно, летальность у этих пациентов наиболее высокая. Мы знаем фенотип Дельта, там, где повреждается печень, да, в большей степени манифестация. Летальность значительно высокая. Но более того, если это сопровождается высоким уровнем билирубина, то, конечно же, здесь неблагоприятный исход, он, конечно, наиболее вероятен. И в этом плане плазмодификация, ну, в том числе рекомендованные АСФы, вот в последней редакции там уже выше степень доказательности этой рекомендации. И в европейских рекомендациях гипотологов, ну, собственно, проведение плазмоаменов, оно показано. Но на самом деле сейчас очень хорошо распространяются в практику другие методики. Так, например, селективная плазмофильтрация, собственно, и в этом плане тоже с хорошими эффектами. Поэтому больше исследований, может, с этих позиций мы приобретем какие-то четкие критерии и позиции в рекомендациях. Вот. Что касается заместительной почечной терапии, именно в рамках синдрома мультиорганной дисфункции, тут, конечно, все очень четко и понятно. Очень давние технологии. Мы знаем, что у двух из трех пациентов с септическим шоком тяжелые повреждения почек сопровождаются тяжелым снижением скорости клубочков фильтрации. Здесь мы сталкиваемся с двумя из пяти типов кардиоринального континуума, когда у нас есть сочетание острого кардиоринального синдрома, но в это же время есть и острый ренок, радиальный синдром, когда на фоне тяжелого снижения СКФ пациент приобретает тенденцию к накоплению жидкости во внутрисосудистом русле с перераспределением ее в интерстиции, ну и таким образом, конечно, будет усиливаться респираторный дистресс-синдром как некоронарогенный отек легких и так далее, и так далее. Да, собственно, много чего, каких проблем. Казалось бы, проблема ли это? Да, проблема, потому что наша стандартная терапия 30 мл на килограмм, к сожалению, в общем-то, обладает у пациентов с симптическим шоком своей обратной стороной, помимо стабилизации гемодинамики. Вот, например, постхок-анализ андромета-шок-стадии четко показал, что пациенты на фоне стандартной терапии за 8 часов становятся нереспондерами. Это значит, что тенденция к накоплению жидкости у них есть, и она, конечно же, перераспределяется в интерстиции, усугубляя синдром мультиорганной дисфункции. Я уже говорил о том, что все те исследования, которые были отрицательны с точки зрения улучшения выживаемости пациентов на экстракорпоральной гемокоррекции, они были проведены на общей популяции септических больных, а мы сейчас знаем, что идет тенденция на обособление групп пациентов с септическим шоком, где бы четко можно было бы понять, как наши технологии воздействуют на вот эти вот специфичные группы, и что же здесь с выживаемостью этих пациентов. Собственно, надо посмотреть в этих четырех фенотипах сепсиса, как же действуют эти технологии, потому что, например, закончились два больших трайла, классик ловер, с точки зрения понимания, так лить пациентов или не лить, с точки зрения рестриктивная тактика или либеральная. Так вот, на пациентах с бета-фенотипом сепсиса именно либеральная тактика инфузионной терапии в общем-то приводила к более плохим прогнозам. Ну и мы, собственно, движемся к такой персонификации, и с точки зрения острого повреждения почек 28-й консенсус адки четко уже сформулировался, ассоциированный ОПП, но здесь тоже много чего интересного. Вот с точки зрения эндотелиальной дисфункции, если есть различия в маркерах эндотелиальной дисфункции, это дает нам четкую позицию по применению вазопрессоров. Ну вот у пациентов, у которых были низкие маркеры эндотелиальной дисфункции, вазопрессин оказывал лучший эффект с увеличением выживаемости этих пациентов, поэтому мы сейчас движемся вот к такой персонификации, к таким более персональным подходам в применении как препаратов, так и технологий. Ну, мы знаем, что, в общем-то, с точки зрения удаления жидкости диализ здесь помогает спасать жизни, но в какой модальности? Интермитирующие или продолжительные? И вот продолжительные технологии все-таки в большей степени ассоциированы с контролем интерстиции, эти пациенты меньше кумулируют жидкость, и мы, собственно, знаем от Питтсбургской группы, что удаление чистой ультрафильтрации в диапазоне от 1,01 до 1,75 мл на килограмм в час ассоциировано с лучшей выживаемостью пациентов, а это означает, что мы, конечно, в продолжительных методиках неплохо контролируем интерстициальные компартменты, ну, собственно, конечно, это здорово, потому что вы видите, вот это перераспределение, оно вносит определенный вклад в развитие синдрома мультиорганной дисфункции. Надо сказать, что продолжительные технологии тоже, в общем-то, важны для применения, потому что с ними в большей степени ассоциирована стабилизация среднего артериального давления и потребность в изопрессорах. А так как нет лекарства от острого повреждения почек, то единственным способом сохранить резервы почек – это все-таки сохранение перфузии. Мы здесь видим исследование Маранса 2019 года, который четко показал, что в сосудистом режиме МРТ они проводили, что интермитирующие процедуры в большей степени ассоциированы с снижением перфузии почек. Таким образом, конечно, высокофункциональные эпители в большей степени пребывают в ишемии с неблагоприятными прогнозами. Ну вот на этом основаны те эффекты по улучшению, восстановлению функции почек, которые связаны с продолжительными и продленными методами заместительной почечной терапии. Ну вот это с точки зрения экстракорпоральных методов у пациентов синдрома мультиорганной дисфункции. Но мы ведь знаем, что до мультиорганной дисфункции мы как-то ведь доходим, с точки зрения пациента. И эту картиночку вы уже видели, но еще раз по ней пробежимся. Это все-таки септический шок, это реакция на патоген макроорганизма. И в этом плане патоген, который, собственно, приводит к увеличению уровня медиаторов системного воспаления, а в итоге к эндотелиальной дисфункции, собственно, к перераспределению жидкости в интерстиции. И вот оттуда этот лактат, который мы с вами, собственно, регистрируем как маркер метахондриальной дисфункции. Но вот здесь, вот с точки зрения вот этих шагов патогенетической цепи, у нас есть уже методы экстракорпоральной гемокоррекции. Так, например, концепция гепарин 2.0. Это очень интересная концепция, когда на искусственную поверхность импрегнируются гепарантсульфаты. Они могут напрямую с помощью физико-химических связей удалять из крови патогены. Опробовано, как вы видите, уже много на чем. Вроде как работает. Мы ждем этих девайсов. Мы очень надеемся, что они будут зарегистрированы в Российской Федерации для их апробации и клинического использования. Потому что в контексте слабого развития новых, принципиально новых антимикробных препаратов, конечно, если у нас будет какой-то инструмент для удаления патогена из организма пациентов, то, конечно же, это было бы очень даже здорово. Почему мы говорим о сорбции липополисахаридов? Потому что молекула липополисахарида огромная, полтора миллиона килодальтон, и только сорбция позволяет ее элиминировать из организма пациентов. Ну, собственно, метаанализ снова это показал. Да, Surviving Sepsis Campaign признал этот метаанализ недостаточно информативным, но, тем не менее, он есть, и эти технологии в большей степени ассоциированы с выживаемостью пациентов. Ну, и постхоканализ эфрата четко показал, что пациенты выживают при сорбции липополисахарида, да, при диапазоне активности эндотоксина от 0,6 до 0,9. Ну, собственно, Сергей Игоревич уже показывал эти данные японского регистра, когда, в общем-то, мы можем пользоваться констатацией септического шока и посчитать банально шкалу САФА, и, в общем-то, если мы попадаем от 7 до 12, то, ну, достоверно эти технологии позволят пациенту выжить. Ну, я уже говорил, что мы не всегда должны настраиваться на том, что нам нужны посевы. Вы видите, тот же эфрат говорит о том, что у каждого третьего не росло ничего, но при этом был эндотоксин в крови, у каждого четвертого была граммоположительная флора. И вот граммоположительная флора тоже дает свой, скажем так, токсин, липотейхоевая кислота. И мы не знаем, какую роль липотейхоевая кислота, какую роль эндотоксин у таких пациентов вносят в развитие синдрома мультиорганной дисфункции. Но, тем не менее, вроде как концепция гепарин-2.0 ассоциирована, кстати, с удалением липотейхоевой кислоты, но это, опять же, нужно дальше исследовать. Ну, с точки зрения медиаторов системно-воспалительного ответа, мы знаем, это очень старая работа Келлума, которая говорит, что гемофильтрация ассоциирована с удалением средних молекул, цитокинов. Но, к сожалению, и вы видите здесь фактор некроза опухоли, но это мономер, а биологически активен тример, это около 60 кДт. Ни в один наш гемофильтр эта молекула не выходит, поэтому продолжает персистировать, оказывая патогенетическое действие, поэтому здесь сорбция тоже очень важна. Но вот с позицией изолированной сорбции цитокинов здесь очень много вопросов, потому что вот регистр цитосорба, ну, собственно, видите, больше 1400 пациентов. Все хорошо снижается, но, к сожалению, выживаемость пока не улучшается. Это не значит, что технологии плохие, это означает, что нам нужно искать пациента для этой технологии. Как я уже говорил, мы идем в сторону персонификации, а здесь это все было исследовано на общей популяции септических больных. Очень интересная история с точки зрения поиска, понимания применения технологий. И вот недавно на бельгийском форуме команда Питера Пикерса опубликовала, ну, собственно, представила очень интересные данные, когда они здоровым добровольцам выводили липополисахарид и применяли у одной из групп, значит, колонки, удаляющие цитокины. И их задача была сравнить, а какой же будет уровень иммуносупрессии в этих двух группах, и, к сожалению, они не нашли статистической разницы. Кстати, это говорит о том, что отрицательный результат тоже результат. Мы должны учесть этот опыт, по-другому делать дизайн исследований и искать правильного пациента для наших технологий. Ну и, конечно же, мы говорим всегда о начальных звеньях патогенетической цепи, но, тем не менее, здесь очень много поврежденных тканей при синдроме мультиорганодисфункции. И надо сказать, что вот эти дамп-молекулы, которые выделяются из поврежденных тканей, тоже поддерживают воспаление и могут усиливать транслокацию липополисахарида из кишечника. Таким образом, мы, в конце концов, имеем порочный круг системного воспаления. Ну, собственно, конечно, палитра сейчас, с точки зрения ассорбционных технологий, она большая, и мы можем с точки зрения фильтрационных технологий контролировать компартменты сосудистые. С точки зрения ассорбционных технологий, это удаление липополисахарида, это провоспалительные цитокины, противовоспалительные, и также дамп-молекулы, да, HMGB1, это вот классическая молекула из поврежденных клеток и тканей. И тоже очень интересное направление, собственно, это NETOS, который тоже поддерживает системный воспалительный ответ. Есть уже некоторые робкие работы, которые показывают положительные эффекты. И вот на прошлом съезде ФАР Станислав Владимирович Абрамовский из нашей клиники, 122-й медсанчасти, докладывал свои результаты по применению этой колонки у пациентов с септическим шоком. Ну, на самом деле, обнадеживающие результаты. Я не знаю, почему он до сих пор это не опубликовал, но тем не менее, мне кажется, там нужно дальше продолжать исследовать эти технологии. И вот с февраля этого года мы изменили, мы, точнее, мировые эксперты изменили концепцию экстракорпоральной гемокоррекции. И в этом плане, когда мы говорим о синдроме мультиорганной дисфункции, то мы в большей степени уже применяем технологии, которые, в общем-то, протезируют функцию органов, да, удаление СО2, значит, функцию печени с помощью плазмомодификации, либо заместительная почная терапия. Но с точки зрения патофизиологии, собственно, вот эти патофизиологические звенья, они теперь выделяются в отдельную, как бы, позицию. И таким образом, сорбционные технологии, которые в большей степени применяются именно на этих звеньях развития синдрома мультиорганной дисфункции, в общем, они вынесены в обособленную группу для формирования четких критерий их применения, для того, чтобы не допустить развития синдрома мультиорганной дисфункции. Очень интересно, я уже говорил, развитие, поиск критериев. На самом деле, с точки зрения заместительной почной терапии, здесь наука рванула вперед очень сильно, потому что, например, тот же Хемокин CCL14, но, собственно, опубликована работа, которая говорит о том, что его использовать можно как тропонин, когда мы принимаем решение, нужно проводить ревоскулиризацию пациенту или нет. Также и здесь, собственно, если его мониторировать, то мы можем ответить на вопрос, так начинать заместительную почную терапию или нет. И вот с этих позиций, вот эти критерии для сорбционных технологий, конечно, это ближайшее будущее. Собственно, об этом говорит 28-й консенсус АТКИ, что нужно искать, бороться, да, как в двух капитанах, бороться и искать, найти и не сдаваться. Ну, в общем-то, в итоге, коллеги, экстракорпоральная мультиорганная поддержка, конечно, это эффективная поддержка органной дисфункции. Продолжительные методы заместительной почной терапии это контроль гемодинамики, интерсоциального водного компартмента, ну и ассоциированность с лучшим восстановлением функции почек. Сорбция патогенов, памп, дамп, молекул NET позволяет разорвать порочный круг системного воспалительного ответа. И СЭТ-терапия или последовательная экстракорпоральная терапия, она включает в себя экстракорпоральную мультиорганную поддержку. Эта концепция, она очень важна, она выделяет важность сорбции как прямое воздействие на патофизиологическую цепь сепсиса, но, конечно же, нужны четкие критерии, ну и, собственно, это будущее, которого мы все с вами ждем. Спасибо за внимание, коллеги.